В конце прошлого года в нашей стране было зарегистрировано почти 21 тысяча человек с алкогольной зависимостью. За год их стало на полторы тысячи больше. С ростом алкоголизма сталкиваются специалисты в Даугавпилсе. По словам руководителя наркологического отделения региональной больницы, в последнее время, помимо постоянных клиентов, все чаще стали доставлять и новых пациентов. Как отмечает Михаил Рыжуков, горе далеко не всегда приводит людей к этой зависимости. Каждый из нас начинает употреблять алкоголь, по-моему, в том возрасте, в котором больших проблем еще нет. Это часто какие-то праздники, вечеринки. Но 90% населения контролирует употребление алкоголя, а около 10 плюс-минус перестает это делать. Алкоголь наносит страшный удар по всему организму человека. Печень, сердце, мозг, половая система медленно разрушаются при употреблении спиртного. Кроме того, от алкоголя страдает и наше психологическое состояние. Буквально в течение нескольких лет регулярное употребление спиртных напитков приводит к зависимости. Согласно международной классификации, алкоголь – это тоже наркотик. Только легализованные, разрешенные к употреблению наряду с табаком, кофе, которые тоже являются легальными наркотиками, поскольку вызывают зависимость. Специалисты наркологического отделения ежедневно борются за жизнь своих пациентов, пытаясь избавить их от алкогольной зависимости. Но до тех пор, пока сами алкоголики этого не захотят, эта борьба бессмысленна. Одно из моих любимых выражений – «нельзя излечить, можно излечить вся». То есть врачи, психологи, психотерапевты, другие люди, которые связаны с решением этих проблем, они всегда помогают и показывают как. Но всю работу должен делать сам человек.